Музыка Итак, город Скарборо Это курортный город, находящийся на северо-востоке Англии с населением всего в 50 тысяч человек Город был основан в 10 веке викингом Торгильсом Скарти на месте сторожевой башни Римлян Само название города Скарборо происходит от скандинавского Скартсборг что буквально означает крепость Скарти то есть основателя этого города Не буду рассказывать про историю кто там воевал, кто с кем встречался и так далее это все можно прочитать в википедии здесь на своем канале я вам рассказываю свои ощущения свои похождения ну и что мне понравилось, что не понравилось что мне встретилось на моем пути то есть в принципе в моих поездках у меня нету какой-то целенаправленной такой точки куда я обязательно должна сходить всегда это должен быть какой-нибудь музей если он есть и если он открыт музеи в Великобритании в основном закрыты по воскресеньям и по понедельникам поэтому как раз вот в воскресенье я была в городе Скарборо и так вечером в субботу я приехала переночевала в отеле Marine Residence то есть морская резиденция за 30 фунтов всего сняла комнатку и утром часов в 9-10 встала уже и пошла на пляж то есть моей основной задачей было найти эти яркие красочные домики ради которых я ехала в город Скарборо и вот на территории где вот такой залив то есть я прошлась вдоль моря посмотрела, увидела там такой полукруглый какой-то павильон из этих домиков и думаю и это все, это все ради чего я ездила вот эти цветные домики вот в этом вот маленьком полукруглом таком, ну я не знаю, парке отдыха ну решила пойти туда, на набережную где лейжа центр, то есть развлекательный центр где находятся какие-то аттракционы где пляж, короче говоря такой, где вся жизнь кипит и происходит очень много всего а также бухта и там, значит, я увидела такие еще подъемные трамвайчики называется Tramway интересно, по-моему, за фунт или за фунт 50 они поднимают на самую гору если вам надо туда подняться а как обычно подниматься особенно пожилым людям очень тяжело и вот они садятся на эти трамвайчики и едут и такие они древние достаточно там еще даже картина такая была люди в средневековье на таких трамвайчиках ездили мне очень запомнилось еще я, значит, пошла вдоль бухты увидела маяк и решила зайти и посмотреть на маяк тем более там еще такая статуя красивая была такая женщина, как будто бы в прыжке собирается прыгать в море она в шапочке, в купальнике интересная такая статуя ну, поснимала там, как людей катают на катерах с огромной скоростью, с такими разворотами поснимала такой берег, там были горы в общем, красивые виды получились там же я увидела, как рыбачат рыбаки и как рыбные такие кораблики заходят в бухту и разгружают рыбу прямо в такие огромные грузовики я даже засняла этот момент, потому что это достаточно интересно как рыбаки прямо из моря только что выловленную рыбу грузят в контейнеры, в морозильные такие камеры огромных таких грузовиков и грузовики увозят по всей стране вот эту вот выловленную рыбу ну так вот, прогулялась и думаю, все, в 12 часов я уже весь город Скарборо увидела ну и решила пойти посмотреть там на горе стоял какой-то замок, направление было на замок я решила посмотреть, вдруг что-то тоже похожее на аббатство в городе Витспи до замка я не дошла, так как увидела какую-то церковь очень красиво, ее еще из бухты видно я ее присмотрела и решила сходить в эту церковь церкви обычно все бесплатные но вот в этот день проходило флауэр-шоу там, цветочное шоу и типа я должна была за это цветочное шоу что-то там заплатить 1 или 3 фунта денег у меня не было, мелочи такой то есть в основном я все карточкой оплачивала но и платить за цветочное шоу мне не очень-то хотелось обычно я на все эти мероприятия бесплатно попадаю тут в каком-то маленьком городе какое-то маленькое цветочное шоу в какой-то церкви я хотела посмотреть только церковь обычно мы всегда ходим, смотрим витражные окна и розетки этих церквей то есть всю эту красоту изнутри и снаружи, естественно я говорю, так и так мне как бы цветочное шоу само не нужно можно я только одним глазком посмотрю проход и все, и я уйду но мне разрешили и в итоге сходила я в эту церковь и дальше пошла опять же-таки к этому замку а на замок дорогу я не нашла, потеряла и ушла куда-то вообще ну просто пошла по улицам гулять и вышла на такую улочку на такой высоте на вершине горы практически то есть я шла в гору, да и на вершине горы я увидела такое море открывается огромное, такой красивый вид правда очень ветрено было я там что-то начала снимать когда я пересмотрела эти кадры очень все шумно и даже у меня уши закладывало от того, что было очень ветрено в итоге я увидела через свой зум в фотоаппарате эти домики, ради которых я приехала они оказались где-то там внизу очень далеко и я думаю, так, час в 7.30 мне надо быть уже в Лидсе в 6.30 мне надо вернуться обратно на станцию идти или не идти, идти или не идти фиг знает туда спустишься, потом подниматься очень долго и страшно и в общем не знаю, успею или нет в итоге я решила пойти приехала ради этого иду, потом если что, бегом добегу до станции где-то около часу я спускалась и дошла до этих домиков пока я спускалась я, естественно, фотографировала все эти волны всю эту красоту домики пришла уже как бы сами домики не очень-то нужны нет, конечно, они очень яркие они очень красочные и мою душу это, конечно же, растрогало ради этой красоты ради этого яркого пятна еще и солнышко было немножко ну, в общем, светло и ярко было и я еще такая в тельняшке правда, уставшая, вся уставшая, вымотанная но дошла, нашла, сняла и показываю вам мы находимся в городе Скарборо на берегу вот такие красивые домики я наконец-то их нашла это северный ёркшер очень красиво там дальше еще есть домики после этого я решила уже в темпе возвращаться обратно вернулась и как раз вот к своему времени села на поезд и поехала в Лидс ну, из Лидса села на автобус и доехала до Лондона вот так и закончилось мое путешествие в северный Йоркшир как мы ездили с братом и с мамой в Йорк, в Йоркшир там же и потом доехали, по-моему до Глазго мы ехали в том году, когда мы путешествовали первый раз в Уитсби об этом я тоже буду рассказывать но чуть-чуть попозже, то есть все мои поездки все мои города, где я была я вам расскажу и покажу у меня очень много фотографий очень много видео то интересного и что запоминающегося яркого буду рассказывать в своих следующих роликах если у вас есть что сказать пишите, пожалуйста, в комментариях если у вас есть какие-то вопросы тоже задавайте их в комментариях не забывайте ставить лайки подписываться, если вам понравилось, конечно ну, или пропускайте это видео и смотрите другие ролики у других пока на этом все я не прощаюсь с вами говорю до свидания до новых встреч до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok